Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Сейчас мы находимся в Тельдане. Мы записывали передачи 8 раз в этом месте. Мы снимали перед старейшими воротами в мире. Они существовали в эпоху Авраама. Мы находимся в Сибири, то есть недалеко от Галилейского моря. Это друзья нашего служения, и они участвуют в туре. Сегодня в 4 часа утра я просматривал свои записи в ноутбуке. Я заметил то, что заинтриговало меня. Святой Дух Господа побудил меня поделиться этой проповедью с вами сейчас. Многие из вас видят то, что происходит сейчас. Один видный раввин в США выступает по телевидению и берет интервью на светских каналах. Он не верит во Христа, и он посвящен иудаизму. Я перефразирую его мысль, потому что у меня нет цитаты. Этот раввин увидел тенденцию в Америке, которая напугала его. Некоторые граждане Америки начали притеснять представителей христианства. Я прочту проповедь, которую дал мне Святой Дух. Я покажу вам сходство между Персией и Вавилонской империей. Их дела похожи на поступки американцев. Я назвал Тиму «Почему правительство боится христианства?» «Почему правительство боится христианства?» Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что у нас нет лидеров-христиан. Некоторые из лидеров обратились к вере в Господа Иисуса Христа. И это произошло совсем недавно. Они знают Библию довольно плохо. Некоторые из них воспитаны в католическом духе. Другие лидеры, воспитанные в протестантском духе, это баптисты, пятидесятники и харизматы. Там люди разных динаминаций. Есть тенденция, когда американские власти отходят от иудея христианских ценностей. А почему важно понимать эти ценности? Потому что важно помнить слова президента Гарри Трумэна, который помог восстановить Израиль в 1948 году. Однажды президент Гарри Трумэн заявил, что исторически важные документы Америки, включая Конституцию, Декларацию независимости и Биль о правах, были основаны на идеях и принципах Тора, на идеях пяти книг Моисея, на Псалтере и на Евангелиях. И вот что он имел в виду. Эти документы, где упоминается Создатель Бог, дают индивидуальные права гражданам Соединенных Штатов. Эти документы говорят о жизни и свободе искать счастье. Они основаны на писаниях, данных Израилю, и на писаниях Нового Завета, на которых строится вера христиан. Почему же христианство встречает такие нападки и оскорбления со стороны остальных? Мир называет христиан плохими и негодными людьми. Но я спрошу вас, кто из атеистов организовал приюты? Большинство приютов во всем мире были основаны христианскими конфессиями. Многие ли атеисты осуществляют программу кормления бедных? Многие ли из них помогают тем, кто кормит их? Посмотрите на Америку. Большинство наших организаций, которые кормят бедных и помогают тем, кто в нужде, и тем, кто в отчаянной ситуации, и заботятся о сиротах, когда-то основаны христианами или церквями. Христиане плохие? Ну да. Дело-то не в этом. Я покажу вам правду. Для этого мне придется вернуться во времена Римской империи. Эдуард Гиббон написал историю Римской империи в нескольких тамах. Он исследовал падение Западной Римской империи, которое произошло в V веке. Существовала восточная часть Римской империи под названием Византия. Столица Западной части находилась в Риме. Западную часть империи завоевали варварские племена. Власти Рима увеличили налоги, и люди покидали землю из-за этого. Дошло до того, что земледельцы покидали на дело и уходили в другие страны. У римлян была система, похожая на систему социальной защиты. Граждане Рима поняли, что они могут жить за счет правительства и получать больше денег с помощью правительства, чем во время труда на профессиональной ниве. Был закон, согласно которому вы не могли уволиться. Рим хотел, чтобы люди работали и платили налоги за хозяев. У них были хлеба и зрелищ, это способствовало росту незанятых сотрудников. Я бы сказал об этом так. Поздняя Римская империя стала прообразом социализма. Власти лишились поступлений денег. Люди начали уезжать из страны. После всего этого иноземцы пришли в Рим и в Италию и завоевали империю. Вот так разрушилась западная часть империи. Гиббон написал интересные вещи. Гиббон написал следующее. Власти преследовали христиан все реже и реже, и христианство стало официальной религией. Многие уверовали в Иисуса. Гиббон утверждал, что это могло стать причиной падения западной части империи. Сейчас я отвечу на то, как это произошло. Люди каялись, и они больше не ходили в языческие храмы. Аполлон, Диана, Зевс и другие боги и крупные храмы империи перестали почитаться, потому что граждане Римской империи больше не служили этим идолам. Они служили Богу. Начался упадок языческих храмов. Начался упадок храмов в целом. При этом важно упомянуть вторую причину упадка. В книге «Деяния» мы читаем о серебряниках и о изготовителях идолов. Они терпели убытки. Павел вошел в город. Многие спаслись, а серебряники подняли мятеж. Власти города сказали Павлу, «Ты сгубил наш заработок. Теперь никто не будет скупать идолы-богини». Это повлияло на храм, на идолопоклонство и на изготовление ложных башков. Как многим известно, иудеи и христиане, жившие в Римской империи, соблюдали шаббат. На иврите — это седьмой день, день покоя. Однако римляне работали семь дней в неделю. Нужно было работать по выходным. Иудеи и христиане отказались от этого, сказав, «Нам нужен выходной». Руководители и магистраты Римской империи сказали, «Христиане ленятся». Они не хотели нанимать иудеев и христиан, потому что они работают не так усердно, как прочие граждане. Они не ленились, но хотели выходной. Таким образом, римляне воспринимали христиан как ленивых людей. Разумеется, римское правительство рассуждало так. Чем больше люди трудятся, тем больше налогов они платят. Важно понять следующее. На рынках Рима продавали мясо, пожертвованное языческим идолом. В храмах были алтари, куда люди приносили животных. Жертвующие сжигали часть животного, а остальное мясо они продавали на местном рынке. Из-за этого в церкви была неразбериха. Были люди, которые говорили, «Нельзя есть идоложертвенное». И были язычники, которые ели идоложертвенное. Пришел Павел и сказал, «Идол — это ничто. Вся пища освещается молитвой и словом». При этом он сказал, «Однако, если я пойду с тем, кто верит, что нельзя есть идоложертвенное, то я никогда, никогда не буду есть такое мясо при этом человеке». Сейчас люди мыслят иначе. «Мне все равно, что ты думаешь. Я буду делать то, что я хочу». Апостол понимал это. Он сказал, «Я не обижу слабого брата. Я не буду ставить препятствия перед братом». Это хороший пример для подражания. Пожалуйста, запомните эту мысль. Деньги были основной причиной враждебного отношения властей Римской империи к христианам. Храмы не получали деньги. Идолопоклонники тоже. Просьба христиана в одном дне сокращала налоги. Все дело в деньгах. Ах уж эти деньги. Давайте порассуждаем о том, почему часть американцев презирает христиан. «Поговорим о христианской этике». Этика — это то, о чем мы читаем в Библии. А потом практикуем свою личную и общественную жизнь. Она имеет отношение к нравственным принципам, в которые мы верим. Я дам вам пару цитат. Итак, мы говорили о деньгах. Вы говорите, что вы знакомы с Библией. Если вы говорите, что вы за аборты, то вы не знакомы с ней. Если вы знаете, что жизнь начинается в процессе зачатия, и что в утробе матери находится живое существо, то вы не поддержите аборта. В Соединенных Штатах Америки существует организация, которые зарабатывают миллионы долларов благодаря абортам. Видеосъемка доказывает, что эти объединения продают органы. Есть съемка, где женщина открывает холодильник, в котором лежат сотни печеней и сотни сердец младенцев, продаваемых для опытов. Одна дама хвасталась, что она купила БМВ после продажи органов. Христиане — это враги таких людей, потому что христиане учат окружающих почитать и беречь жизнь человека. Давайте теперь поговорим о порнографии. Порнография приносит миллиарды долларов изготовителям. Когда люди спасаются и принимают Господа, они отказываются от нее. Что это означает? Когда люди спасаются, порнографисты лишаются части дохода. То же самое и с наркотиками. Наркодиллер перестает продавать товар тому, кто уверовал во Христа. Человек спасается и завязывает с наркотиками любой разновидности. Это оказывает влияние на доходы наркодилеров и на тех, кто снабжает наркоторговцев средствами. Почти 40 лет назад я проповедовал о пробуждении в Вирджинии на протяжении пяти недель. Многие люди спаслись. Услышьте меня. Бывший наркодилер рассказал мне эту историю. «Перри, много молодых людей спаслось через тебя». Поэтому в трех округах наркоторговцы лишились молодых покупателей и своих доходов. Это удивительно. После этого у наркоторговцев состоялась тайная сходка в соседнем населенном пункте, на которой они решали, как вытолкать меня из города. Я был подростком и служил Богу. Итак, вы понимаете причину и следствие? Ну а теперь давайте поговорим об алкоголе. Запрет сняли, и у людей появился шанс зарабатывать на алкоголе. Джо Кеннеди из штата Массачусетс, одним из первых, выпускал ликер и разбогател на продаже алкоголя. Джо не знал стих из Библии. «Горе, горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье и делаешь его пьяным». Я полагаю, что вам не надо рассказывать печальную историю этой семьи. С моей точки зрения, все связано с деньгами. Власти сняли запрет. Вы знаете, что я из штата Западная Вирджиния. Это не нуждается в напоминании. Бутлегеры были в Кентуккии по всей Западной Вирджинии. Власти не получали налоги за продукцию. Правительство Соединенных Штатов сняло запрет и дало право некоторым большим компаниям, производившим алкогольные напитки, заниматься этим делом, чтобы сами власти получали налоговые поступления. «Кажется, я нажил себе врагов». Поговорим теперь о легализации марихуаны. Левые радикалы хотят легализовать ее, потому что они курили ее годами нелегально. Это факт. Они хотят узаконить проституцию и курение марихуаны из-за поступления больших доходов. Когда человек рождается свыше и приходит к познанию Господа, то он становится новым творением. Все старое прошло, и теперь все новое. Так что же происходит? Люди не платят налоги за грехи, потому что они не грешат. Деньги не поступают к продавцам греха, потому что они тратятся на добрые дела. Поэтому они преследуют христиан и пытаются изменить законы и этическую сторону, которую христиане поддерживают. Потому что Библия говорит, «Любовь к деньгам — это корень любого зла». На другой стороне Сибири Галилейское море граничит с горой, где жил Гадаринский бесноватый, который был одержим двумя тысячами демонами. Люди сковали его цепями, но он рвал их. Христос освободил его. Пожалуйста, скажите на это громко. Аминь, друзья. Когда он сделал это, бесы вышли из мужчины и вошли в свиней. Две тысячи хрюшек утонули. Между прочим, те незадачливые свинопасы не были евреями. Язычники пасли свиней или кабанов и продавали их римлянам, потому что их солдаты ели свинину. Когда свиньи кинулись с утеса и утонули, то свинопасы не сказали, «Это же мессия». Они испугались и не подумали, что бесноватый мог причинить зло их детям. Они не могли отпускать детей гулять. Городские бизнесмены пришли к Иисусу и сказали, «Убирайся. Ты рушишь наш бизнес. Ты умертвил наших свиней. Ты принес нам убытки». Их не заботило то, что человек освободился. Они не увидели великое чудо. Они переживали лишь о стаде свиней, утонувших в озере. Те дельцы потеряли шанс зарабатывать деньги. Это истинная правда. Из-за чего Соединенные Штаты Америки не могут остановить производство наркотиков, а я вам отвечу, «из-за денег», из-за чего никто не старается остановить порноиндустрию, вы тоже сами можете ответить, «из-за денег». Смотрите, в Древней Римской империи люди шли против христиан не из-за самих этих христиан. Римляне верили во всех богов и давали свободу религии. Когда пришли христиане, и люди начали спасаться, то святые стали менять культуру империи, теснить идолопоклонство и злые пути этой империи. Это повлияло на доходы империи. Сейчас есть организации или церкви, которые кормят и одевают бездомных. Они имеют налоговые льготы. У некоммерческих организаций есть ограничения. Я не имею права тратить деньги служения на покупку автомобиля и на одежду. Я должен покупать рубашки за свой счет, хотя я надеваю их лишь для проповеди на телевидение. Я плачу свои деньги. Служение не платит мне за телефон. За него плачу я сам. Почти все мои расходы связаны со служением. Некоторым не нравится то, что я беру деньги, предлагая свои книги и диски, и вкладываю их обратно в служение. Они думают, что это не облагается налогами. Но мы кормим голодных и заботимся о бедняках. У нас есть миссионерские проекты. Это понятно. Вот в чем суть. Есть люди в федеральном правительстве Соединенных Штатов Америки, которые не видят благо, которое несет христианство. Они не видят преимущества христианства из-за своих советчиков. Они общаются не с теми людьми. Один человек из службы безопасности однажды сказал мне так. Я служил четырем президентом. Он назвал самого умного из них, а я подумал, что он глупый. Да, он читал одну книгу в день, но он всеми фибрами души ненавидел афроамериканцев. Вот это да. Я спросил его о самом неразумном президенте. Самый успешный президент не был самым умным. Это сказал он. А в чем была разница? Самый умный окружил себя глупыми людьми, а не самый смышленый окружил себя просто мудрецами. Суть в следующем. В прошлом один из лидеров другой страны сказал одному из наших президентов, «Я буду гнать пятидесятников». Они обращают людей в христианскую веру. Президент нашей страны был демократом. Он сказал политику, «У меня много дорогих друзей среди пятидесятников со времен моего губернаторства». Это хорошие люди. Не трогайте их. Они не создадут проблем. Президент не выпустил закон о гонениях на пятидесятников, но он дал им свободу. Годы спустя бывший президент и тот лидер встретились. Русский руководитель сказал, «Между прочим, огромное вам спасибо за то, что вы дали мне совет не трогать пятидесятников тогда». Это действительно прекрасные люди, у которых нет проблем с моралью. Они стоят за правду. Я обращаюсь к зрителям, которые занимают пост в государственных органах. Перестаньте преследовать христиан. Перестаньте ограничивать и избавляться от тех, кто может вам помочь. Не повторяйте судьбу Рима. Нам не нужна страна, где некому платить налоги. Нет рабочих рук, нечем кормить нуждающихся и некому заботиться о тех, кому не повезло. Есть христиане разных динаминаций. Это католики, баптисты, пресвятыриане и так далее. Дайте свободу этим людям держаться своей веры. Допустим, вы не согласны с христианами в вопросах морали и этики. Допустим, брак — это только для мужчины и женщины, или «мы против абортов». Почему мы верим в это? Потому что мы верим в слова Бога, которые в Библии. Я скажу вам кое-что. Я закончу словами о том, что мы не уйдем до самого вознесения. Мы будем верить Библии, стоять за свою веру и проповедовать ее. Потому что есть самый важный аспект нашей с вами — веры в Бога. Однажды мы предстанем на суде Бога и дадим отчет за свое убеждение и за то, чему мы учили. Если мы учили Библии, делали добрые дела и каялись, то Бог скажет нам «молодец». Что будет, если мы откажемся верить Библии? Мы будем читать ее, но откажемся от нее. Мы будем относиться к людям неправильно и не будем заботиться о бедняках. На суде мы дадим отчет за свои дела. Я хочу сказать вам кое-что. Если вы смотрите меня из другой стороны, то поддерживайте христиан, поддерживайте верящих во Христа, даже если вы не христианин и у вас другая вера. Бог любит этих людей. Божья милость будет на стране, если вы поддерживаете верующих в Него. Пожалуйста, аплодисменты Богу. У меня есть новое предложение от нашего служения. Поэтому прославьте Бога за Его Слово. Теперь вы можете получить доступ к новому ресурсу Перри Стоуна — Пророческому саммиту 2020. Пророческий саммит 2020 был снят на студии «Голос евангелизации». А вы услышите восемь актуальных пророческих посланий от Перри Стоуна и Билла Клауды. Он доступен в наборе из восьми DVD или восьми аудиодисков. Этот сборник поможет вам и вашим близким разобраться с важными вопросами, актуальными в этот момент истории. А вот что вы получите, когда сделаете заказ. Какие события связаны с воскресением мертвых в последнее время? Перри Стоун исследует этот феномен в теме «Раскрывая код Маранафы» «Как победить силу Царства Тьмы и высвободить силу Царства Божьего». Билл Клауд рассмотрит этот вопрос в учении «Тайна разрушителя», «Царство Небес» и «Царство Тьмы». Описывает ли Библия продвинутые военные технологии, которые уже есть у некоторых стран? Вы узнаете об этом учении Перри, будущие атаки ЕМП и апокалиптические пророчества. Утратили ли христиане контакт с важным духовным наследием, которое проявлялось в жизни библейских патриархов? Билл Клауд призывает вас вернуться к этой исторической связи в учении «Фактор Иосифа». В учении «Грядущая война Гога и Магога» и файл «Иезекииля» Перри Стоун расскажет, как символическое описание войны в книге «Иезекииля» может исполниться в последние дни. Билл Клауд исследует битву, которую упускают большинство учителей, между Израилем и потомками другого древнего народа в учении «Война в Едоме». Раскрывая параллели между историей Еноха и описанием Второго пришествия Иисуса, Перри поделится своим учением шифр Еноха «Будущие космические знамения возвращения Христа». И напоследок, в послании «Тайна последних родовых сваток» Перри Стоун расшифрует пророческие знамения, связанные с Израилем, природой, космосом, церковью и язычниками. Тысячи зрителей присоединились к Перри Стоуну и Биллу Клауду на этом мероприятии, и теперь вы тоже можете побывать на пророческом саммите. Закажите этот актуальный сборник пророческих учений на нашем сайте или позвоните по номеру, который видите на экране. Вы также можете связаться с нами, написав по адресу, который видите на экране. Попросите предложение 20PS1 за пожертвование в 60 долларов или DVD. Ваша поддержка позволяет нам проводить мероприятия и нести Слово Божие людям всего мира. Спасибо. Мы с нетерпением ждем ваших звонков. Я знаю, что вам понравилось это удивительное учение Перри Стоуна. Никто не преподает Библию так, как Перри, и тем более из Израиля. Кстати, я знаю, что многие из вас хотели бы отправиться с ним в этом году в ежегодную поездку по Израилю, где он снимает большую часть выпусков фестиваля Манны. Вы не только насладитесь туристической стороной Израиля, но и получите личное внимание Перри, а также услышатся его невероятные учения. Обязательно запишитесь на эту поездку. Он подготовил новые уроки и учения для поездки в Израиль в этом году. Раз уж мы вспомнили учения Перри, то вам стоит воспользоваться предложением этого месяца и заказать учения пророческого саммита, которые подготовили Перри Стоун и Билл Клауд. У них получился очень динамичный дуэт. Они расскажут вам о библейских пророчествах и актуальных событиях. Мы бы хотели донести эти материалы тем людям, которые любят изучать глубины Слова Божьего. В мире есть много хороших учений, но лишь немного углубляются так серьезно в Слово, раскрывая глубины и красоты пророческих слоев Писания. Вот почему мы делимся с вами такими учениями. И не только здесь, но и на isow.org. Я глава Международной Школы Слова, и мы также посвятили себя тому, чтобы нести людям глубокие библейские учения, как и все наше служение. Заходите на наш сайт, а также заходите на сайт Пэристоуна, чтобы заказать учения пророческого саммита, а также множество других учений, которые доступны там. Я знаю, что это непростые времена для многих людей. Мир окунулся в настоящий хаос. Но у меня есть хорошие новости для вас. Бог не впал в хаос. Престол его не в хаосе. Власть имени Иисуса не в хаосе. Кровь Иисуса не утратила свою силу. Бог продолжает работать со своим народом. Происходят чудеса. Люди получают исцеление, спасаются, наполняются Духом Святым. Я верю, что это время станет временем пробуждения Церкви. Продолжайте молиться за мир, за свою страну, за Перри и наше служение. Увидимся в следующий раз на фестивале Манне. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы узнать больше, а также зарегистрироваться заранее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин